В отделении Пенсионного фонда подвели итоги работы за отчетный период и поставили задачи на 2019 год. Также определили победителей в ежегодном конкурсе название «Лучшее управление Пенсионного фонда Республики». Альбина Ламкова продолжит тему. Актуальная, достоверная и юридически значимая информационная база – это то, к чему должны стремиться в работе с клиентами специалисты Пенсионного фонда. И они с этим успешно справляются, отметила в своей приветственной речи коллегам заместителя управляющего Пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии Ирина Гололобова. Со своими обязательствами в части пенсионного обеспечения мы справились успешно. Исполнили обязательства на 99,96%. Несмотря на то, что конец 2018 года был очень непростой, очень сложный, были приняты ряд законодательных актов, касающихся пенсионного обеспечения. В отчетном году был принят ряд законодательных актов, которые прежде всего были направлены на благосостояние жителей республики, подчеркнула Ирина Гололобова. Это касается прежде всего пенсионного обеспечения. Так, численность пенсионеров увеличилась. В результате заблаговременной работы с гражданами и их работодателями начислено значительное количество пенсий. В результате индексации пенсии, в том числе проведенных в первом квартале текущего года, а также корректировки страховых пенсий работающих пенсионеров, размер страховой пенсии составил 12198 рублей, пенсии по государственному пенсионному обеспечению 9690 рублей. Минимальный уровень материального обеспечения неработающих пенсионеров поддерживался на уровне ниже прожиточного минимума в Корчаево-Черкесии за счет выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии. Такие доплаты получили 17358 человек. Средний размер выплат 2327 рублей. Величина прожиточного минимума пенсионеров в Корчаево-Черкесской республике на 2019 год утверждена в размере 8846 рублей. Материнский семейный капитал остается одним из приоритетных направлений фонда, отметили на встрече. Его размер не изменился. И самым востребованным направлением его использования в республике по-прежнему является улучшение жилищных условий. Одним из ключевых шагов по систематизации мер государственной социальной поддержки и расширению возможностей информационного учета в этой области стал Федеральный реестр инвалидов. Это новая масштабная система в России. Также отделение продолжает активную работу в социальных сетях и по предоставлению государственных услуг пенсионного фонда в электронном виде. Одна из форм прямого информирования населения и визитная карточка отделения – это акция выходного дня. По телефону горячей линии было проконсультировано более 10 тысяч человек. Учитывая всю проделанную работу территориальными органами пенсионного фонда в 2018 году, отделением была осуществлена оценка их деятельности. Определено звание «Лучшее управление пенсионного фонда в республике». Первое место досталось Малокарчаевскому району, второе – Карачаевску, а на третьем – Хабийский район. Руководитель пенсионного фонда в Карачаевске Любовь Беджиева всегда трепетно относится к работе и особенно к клиентам-пенсионерам. Это отдельная личность, судьба и у каждой определенные заслуги, говорит она. «Работать с людьми всегда тяжело, но в пенсионном фонде, я думаю, не работают те люди, которые боятся вот этого контакта именно с народом. Поэтому эти успехи, как я, как-то слово «успехи» это для, даже не считаю, что это успехи, я считаю, что это просто наша повседневная, слаженная работа всего коллектива». И, конечно, помимо оценки проделанной работы специалистами пенсионного фонда, были поставлены и задачи. Основные – автоматическое предоставление сведений, качественно и на правовой основе. Они должны быть достигнуты в ближайшие пять лет, отметили на заседании. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия.